МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком Барнаул» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте, спасибо, что нас смотрите. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Посудоцентр как место лечения больных? В прошлом так планируется ли создание нового ковидного госпиталя? Пациенты очень ждут, когда решится проблема очередей и нехватки терапевтов в 14-й поликлинике Барнаула. Дотянуться до Челси, как в регионе растят юных футболистов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посудоцентр забраковали для расположения ковидного госпиталя. Но есть и другие варианты. А министр здравоохранения Дмитрий Попов сегодня заявил, что ведомство всесторонне готовится к третьей волне коронавируса. Причем в этих сценариях звучит тема привлечения площадей немедицинских организаций, но далеко не в первую очередь. Почему? И что сейчас происходит со зданием, которое потеряло крупного арендатора и нарастило площадь, теперь уже непонятно зачем, расскажет Анастасия Дорога. Переоборудование торгового центра под красную зону осенью встретили с удивлением. Когда речь зашла о возобновлении плановой помощи при наличии госпиталя вне больниц, перепропилирование посудоцентра восприняли как выход из ситуации. Когда комиссия под руководством Франко стала экстренно готовить проект и перестраивать центр, для большинства вопрос считался решенным. Но в середине декабря краевые власти забраковали вариант. Вагончики с рабочими здесь, по крайней мере, за выходных их никуда не увезли. Что касается самого здания, то жилой сектор его стал больше. Вот серая часть сразу после фиолетового бывшего посудоцентра, ее раньше не было, ее нарастили. И, судя по следам от машин, приезжают сюда регулярно. С ноября площадь бывшего посудоцентра выросла практически вдвое, чтобы разместить около 600 пациентов. Рабочие на объекте и сейчас. Сейчас власти объясняют, что по внешним показателям самым подходящим вариантом казался посудоцентр. Но конкретного решения в его отношении никто не принимал. Что довольно странно. Ведь здание перестраивают уже полтора месяца. Все это время краевые власти просчитывали, насколько дорого обойдется модернизация. Оказалось, в 400 миллионов рублей. В правительстве сочли, что на эту сумму можно построить с нуля. И отказали. По словам зампреда правительства Игоря Степаненко, у властей есть несколько сценариев развития ситуации. Благоприятны, когда количество тяжелобольных людей сокращается. Медицина возвращается к плановой работе. У нас есть предпосылки, что именно так и может произойти. Край получил третью тысячу доз вакцины от коронавируса. Уже готов получить и на времена еще 20 тысяч доз. То есть регион готов перейти к активной вакцинации населения. Еще раз подчеркну, что эти факторы позволяют надеяться, что ситуацию мы сможем удержать. А если нет, то мы готовы быстро развернуть в медорганизациях несколько тысяч коек. Пока не понимаем ни масштаб возможный, как говорят, третьей волны, ни количество тяжелых случаев, которые потребуют более интенсивной терапии. И поэтому, когда мы говорим о возможном даже развертывании 500 коек, этого может быть крайне недостаточно в итоге. Сколько, если будет болеть большое количество людей, конечно же, госпитальная база в целом здравоохранения не сможет обеспечить. И мы тогда должны будем искать и приспосабливать, в том числе, немедицинские объекты. Правда, что это за немедицинские объекты, уже не называют. Но по информации краевых властей, ни одно учреждение Барнаула под Красную зону не подходит. Огромную площадь посудоцентра разделили на секторы. Например, вот этой стены еще месяц назад не было. А перегородки гораздо меньше, площади наверняка должны были быть палатами. А в целом, подчеркивают в Минздраве, 24% ковидных коек свободны. То есть, в случае очередной волны, места в больницах есть. Но эти расчеты основаны по уже пройденному пику. А будет ли третий всплеск таким же, никто не знает. Прогнозируют его, кстати, уже после новогодних гуляний. А что теперь здесь будет, непонятно? Ну, кто его знает, в аренду будет. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. День с толком. Между тем, количество вновь заболевших коронавирусом в Алтайском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки выявлено 217 случаев заражения, а скончались 12 пациентов. Не уменьшается и число тяжело больных. Цифра держится на уровне прошлой недели 467. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 141 пациент. 70 тысяч бурнаульцев ждут, не дождутся, когда завершится строительство нового корпуса 14-й поликлиники. Напомним, в октябре, в период резкого подъема количества больных коронавирусом, именно в этом учреждении побывал с проверкой губернатор. По его словам, 14-я потрясла. Несколько разбросанных корпусов, узкие коридоры, духота. Когда ситуация изменится и в новом здании начнут принимать пациентов, узнавал Андрей Дреер. Октябрь этого года губернатор нагрянул с проверкой в 14-ю поликлинику. Ехал посмотреть, как прием граждан ведут, когда медицина края на пределе. А получил скандал с очередями, которые якобы пытались спрятать. Плюс оценил планировку. Ширина коридора вот такая, в поликлинике, на первом этаже жилого дома. И так повсеместно, ну не повсеместно, но очень много где. Не пройдешь, чтобы кого-то не зацепить. Все сидят с температурой, с давлением, в масках тем более. Это значит не проветривается ничего. Сейчас, как говорят в Минстрое, новое здание клиники закончено на 50%. Это один из самых крупных объектов медицинского назначения, который строили в крае за последние пять лет. Без этого здания поликлиники, которая рассчитана на район почти в 72 тысячи жителей, никак не обойтись. Подрядчик уверяет, что пока идет по плану с опережением, несмотря на строительные проблемы коронагода. Этот год внес большие коррективы в плане работ, рабочей силы. Есть на сегодняшний момент большие проблемы с рабочей силой, особенно из ближнего зарубежья, к нам не приехали. Поэтому сейчас идет корректировка на рынке труда. Корректировка идет и на медицинском трудовом фронте. Той же 14-й очень нужны врачи. А чтобы они появились, необходимы площади, которых на данный момент тоже нет. Пока замкнутый круг. Поликлиника – это в большей степени терапевты. Это основная нуждаемость. И основные специалисты, которые принимают на данный, на данном этапе их 28. Необходимо 42. Проблема заключается в том, что мне сейчас принять я могу, мне хватает и финансов, и ресурсов, но рассадить их некуда. Рассада из молодых терапевтов будет посажена по кабинетам не раньше 22-го года. Именно тогда поспеет и новое здание поликлиники общей стоимостью не меньше 1 миллиарда и 120 миллионов рублей. Деньги краевые. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Диктант, который важно не провалить. Сегодня жители Алтайского края присоединились к новой акции Минздрава «Диктант общественного здоровья». В течение шести дней каждый желающий может проверить, насколько сильны его знания о хронических инфекционных заболеваниях и не только. «Диктант здоровья» проходит в формате онлайн-теста. Адрес сайта вы видите на своих экранах. В течение часа предлагают ответить на 50 вопросов на тему здоровья и его профилактики. В акции могут участвовать и взрослые, и дети. Кстати, по результатам теста будет составлен индивидуальный план оздоровления. Знать свои индивидуальные, свои поведенческие факторы и риски очень важно. И не зря пословица есть «то предупрежден, тот вооружен». Знание о своем здоровье, коррекция данных факторов риска, особенно поведенческих, способна сохранить жизнь пациенту. Также врачи напоминают, состояние здоровья на 60% зависит от образа жизни. Написать диктант можно до 27 декабря. Добавим сейчас, вместе с нашим регионом его пишут жители всей страны. Продолжим. В редакцию телеканала обратилась жительница одного из многоквартирных домов по улице Гулькина. Чтобы получить разрешение органов опеки на продажу квартиры, молодой семье пришлось не только оббить все пороги ведомства, но и заплатить кругленькую сумму. Как не оказаться заложником ситуации и о чем стоит позаботиться перед покупкой жилья, подробности в сюжете Марии Микшуты. Пять лет в однушке с двумя детьми пора расширяться, решили в семье Екатерины. Новенькую двухкомнатную квартиру на Антона Петрова уже присмотрели, старую собрались продавать. Но для этого по закону несовершеннолетние дети должны быть где-то прописаны. На этом процесс и встал. Вот в этом доме у меня выделены детям доли, и мне нужно было продать эту квартиру и выделить в другом месте доли. Мы обратились в Октябрьские районные органы опеки за постановлением, для того, чтобы они нам разрешили выделить доли в другом месте. Ну, начнем с того, что мы ждали месяц. Ожидание не самое приятное, тем более законные квадратные метры сыновьям Екатерина выделила. Каждый визит в органы опеки, по словам молодой мамы, оборачивался неудачей. А перечень документов, которые нужны для продажи квартиры, постоянно менялся. Предоставили полный пакет документов. Ну, пересмотрев эти документы, специалист сказала, что не хватает полного отчета. Полный отчет, ну, он занимает, естественно, время, лишние деньги. На этом сбор документов не закончился. Каждый раз в отделе опеки просили новые справки. На все про все у Екатерины ушло два месяца и четыре тысячи рублей. Потом она сказала достать справки о задолженности в том доме, где мы будем выделять детям доли. То есть это свет, газ и вода. А тот дом, он находится в Тальменском районе. Эти деньги, конечно, естественно, я могла бы потратить на ребятишек. Но время достаточно много. Молодая мама признается, если бы знала, какие конкретно документы потребуют органы опеки, подготовила бы все разом и не обивала пороги ведомства. Собирать справки, отчеты ей помогает юрист. По ее словам, Екатерина не первый клиент, которая вынуждена ходить по кабинетам бесконечно. Каждый район требует различные пакеты документов. Например, Октябрьский район требует дополнительные документы, такие как отчет об оценке. Не просто заключение к отчету, которое иногда бывает, оценщики сделают на одном листочке. Просто вкратце характеристики объекта и стоимость. Всем районам достаточно. Крябрьскому району недостаточно. Единый список документов все же есть. Перечень дополняют в зависимости от ситуации рядом других справок. Чтобы сократить походы в органы опеки, специалисты советуют. Можно просто потребовать предоставить в письменном. Ведь у них, как правило, есть эти нарезки со списком документов, которые необходимы в данной ситуации. То есть, если продолжается каждый раз дополнение новых и новых документов, то это уже по факту нарушение интересов самих граждан. Контролирующим органом является прокуратура. Эксперты советуют перед походом в госорган заранее знакомиться с перечнем нужных документов и собрать их еще до обращения. Любопытно, что в администрации Барнаула также не прокомментировали единый список, а спустили ответ в районной администрации, где так определяет свой перечень. Кстати, в некоторых регионах России подобную услугу перевели в МФЦ. Обо всем можно узнать на сайте и подать документы онлайн. Нам известно, что краевые депутаты эту инициативу пока не поддерживают. Мария Микшута, Дмитрий Денисов, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня выплаты в 5 тысяч рублей получили алтайские семьи, у которых есть дети до 7 лет. И родители об этом большинство еще не знали. Сегодня открывают 5 тысяч. Напомним, о таком новогоднем подарке стало известно во время пресс-конференции Владимира Путина. В Алтайском крае обещанные президентом деньги уже дошли почти до всех адресатов. А это почти 200 тысяч детей. Остальные 10 тысяч получат деньги до конца декабря. В этот раз средства были перечислены автоматически тем, кто уже весной получил выплату на свое чадо. Исключением стали родители, которые меняли счет карты или завели ребенка совсем недавно. Им необходимо оформить заявление на портале госуслуг, либо в самом пенсионном фонде до 1 апреля 2021 года. Исходя из опыта предыдущих выплат, не надо стремиться обмануть государство. Когда подают заявление папы, мамы, подают заявление в один день в клиентской службе, подают заявление в портал госуслуг, таких случаев, к сожалению, были сотни. Чиновники правительства края тоже решили стать Дедами Морозами хотя бы на время. Они вместе с губернатором региона приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний». На «Елку желаний» уже несколько лет подряд попадают желания ребятишек и пожилых людей, которые вынуждены бороться с жизненными трудностями. Это дети-сироты и дети, страдающие тяжелыми заболеваниями. Как правило, они просят о простых вещах, которые в канун Нового года могут сделать их счастливее – игрушки, книги, музыкальные инструменты и гаджеты. Напоминаю, что те желания, которые сегодня на «Елке», желания размещены, мы их исполняем с вами лично, как просто жители Алтайского края, как граждане, невзирая на свой статус, пост. Проект «Народная лыжня» стартовал в Алтайском крае. Трассы открылись в Палске, Заринске, Рубцовске. В краевой столице их появилось сразу две. Любители лыж теперь могут кататься и дышать свежим воздухом не только на традиционной лыжне здоровья, но и по территории парков Юбилейный и Изумрудный. На открытии побывала Илья Кочетков. «Музыка народная, слова народные, лыжня тоже народная», – шутили гости-лыжники. Среди гостей – городские краевые чиновники. Тот случай, когда те и другие наравне осваивают новые трассы. Министр спорта Перфилев говорит, сам провел в парке Юбилейный все детство. И когда от общественников поступило пожелание обустроить лыжню, поддержал инициативу. При участии Краевого министерства спорта тропинки расчистили от мусора и зарослей, проложили саму трассу. В свое время эти территории жили. Наша задача сейчас – хотя бы вернуть то состояние, которое было раньше. А все просто, да, где-то прибраться, где-то лыжню дополнительно проложить. Поэтому, ну, будем делать небольшие шажки, чтобы потихонечку-потихонечку становилось лучше. Тропинки Юбилейного, а даже неухоженные, всегда были полны любителей лыжного спорта. Теперь, уверены, организаторы парк и вовсе наполнятся жизнью. Мы вообще со спортивной школой номер 6, и мы базируемся на силикатном. Вот, ну мы вот, у нас тут будут проходить спортивные ориентирования на следующую субботу-воскресенье. Поэтому мы пришли покататься, посмотреть, оценить тоже. Ну вот мы прокатились, и нам, в принципе, очень все понравилось. Теперь в распоряжении физкультурников трассы как для любителей конька, так и более спокойной классики. Длина лыжни тоже варьируется. Она рассчитана просто на обывателя и на человека, который просто катается для себя. Вот, здесь есть подъемы, спуски, есть какой-то мотивации, интерес. Ну и самое главное то, что, конечно, она в таком живописном месте, в парке находится. Краевые и городские чиновники обещают поддерживать трассы в порядке и летом, чтобы любителям спорта комфортнее было заниматься бегом и ходьбой. Кстати, одновременно открылась еще одна барнаульская лыжня в парке «Изумрудный» для тех, кто живет в центре. И уже на следующей неделе должна открыться третья в парке имени Ленина. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. От алтайских футбольных полей до Лиги чемпионов. Наш земляк Евгений Городов этой зимой дебютировал в Лиге чемпионов в матче против Челси. Множество раз отражая атаки противника. И таких титулованных футболистов с алтая наберется больше десятка. О том, как в регионе растят чемпионов, разбирался Никита Ермаков. Здорово, а сам? Да. Жирь, живь. Хорошо, дамико дойдет. Подобно фанатам большого футбола, тренер переживает за игру больше, чем сами игроки. Александр Яркин – известный в России нападающий. Свой опыт передает подрастающему поколению. Говорит, с детьми главное быть настоящим. С детьми долго не наиграешь. Если ты играть будешь как хорошего или плохого тренера, я такой, какой я есть. Я им всегда говорю, я вам в первую очередь друг. Когда они приходят, через мяч падают, отчество не могут выговорить. Но у меня сложное. А когда проходит два года, и ты, когда видишь какие-то результаты, или на игре что-то они такое сделают, отыграют игру, я даже в жизни, будучи футболистом, никогда не получал столько кайфа. По мнению экспертов, у каждого юного спортсмена есть путевка в большой спорт. Тренеры учат, родители поддерживают. Не хочу, не могу. То встать лень, то пойти лень, то расстроился, что не забил или там не получилось. Поддержка должна быть от родителя всегда. Каждый ребенок, который сюда ходит, у него в планах есть большой спорт, это само собой. Большой футбол долгое время в Барнауле ассоциировался исключительно с клубом «Динамо Барнаул», который появился в 1969 году. К 2020-му клуб стал уже не столь популярен и успешен. Тот же «Темп» готов конкурировать с основной футбольной командой региона. Кто-то скажет, дайте больше средств, и ребята заиграют на должном уровне. Кстати, в последние годы на Алтае активно наращивают финансирование этого вида спорта, открывают и ремонтируют стадионы. Прорабатывают соглашение края с футбольной академией имени Яшина, но пока о кардинальных изменениях говорить рано, признают в Министерстве спорта. По футболу тоже скажу честно, хотелось бы большего. То есть то, что годами складывалось, нарабатывалось, это безусловно работает. Просто банальное увеличение финансирования, но не даст должного эффекта. Футбол – это очень большой вид спорта, поэтому есть история у нас футбола, мини-футбола. Пусть по отдельности, но нам надо выходить на какую-то стратегию. Например, частное государственного партнерства. Это залог еще больших побед, считают в ведомстве. Алтайская школа футбола уже воспитала множество достойных чемпионов России и зарубежья. По словам тренеров, из 60 малышей к выпуску останется 20 уверенных футболистов. Эксперты считают, из алтайских спортсменов можно собрать целую команду, где на каждую позицию найдется игрок уровня премьер-лиги. Тут в очередной раз можно похвалить школу Барнаульского «Динамо», которая воспитала огромное количество футболистов, которые постоянно на всероссийских турнирах занимают далеко не последние места по разным возрастам. Поэтому тут надо похвалить, все равно есть определенный знак качества. Сохранить и приумножить – такая задача стоит сейчас перед алтайским футболом. Специалисты прорабатывают эффективную систему подготовки игроков, чтобы стимулировать здоровую конкуренцию. А Влад собирается тренироваться еще больше и через 4 года попасть в основной состав локомотива. И, возможно, уже на него будут равняться юные футболисты. Никита Рымаков, Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком! Прогноза – компания «Эвалар». До встречи!